Приветствую, друзья! Как вы прекрасно знаете, мобильный сегмент ЦАПов давно заткнул за пояс почти весь ассортимент карманных аудиоплееров. Однако до хорошего стационара им все еще как до луны. Сегодня я предлагаю обсудить новенький безумно интересный балансный ЦАП Tempotec M5 или Mark V. Причем как непосредственно источник для подключения внешних блоков, так и его собственный тракт в разрезе сменных операционных усилителей. Давненько ничего подобного у нас не было, а здесь и сдвоенный конвертер от Asahi Kosei, и Bluetooth со льдак кодеком, и пульт, и солидная мощность и даже RCA с XLR парой на выходе. О нем будем говорить. Поехали! Коробка у девайса обычная, со схематичным изображением самого ЦАПа, включая все его входы и выходы. В комплекте шла документация, Bluetooth антенна, переходник с 3,5 на 6,35 миллиметров джек, довольно неплохой Type-C кабель, вот такой вот пульт и стандартный уже шнур питания с заземлением. Пульт у нас компактный, матовый, с возможностью регулировки громкости, переключения входов и выходов, треков вперед-назад, если вы работаете по Bluetooth, уровня усиления на наушники, а также функции Mute на отдельной кнопке. Экран здесь есть, но особого функционала на нем не завязано. Только общая информация о громкости, входе и выходе, и активном аудиопотоке. Спартанский, так сказать, набор. Сам ЦАП имеет классическую геометрию со скруглением на боковой части. Снизу у него четыре мощных ножки, а сверху идеальная частота, что я вообще говоря приветствую. По входам оптика, коаксиал, Bluetooth и USB на современном Type-C разъеме. Выводится же сигнал на RC и пару, баланс на XLR и два разъема под наушники. Пентакон 4,4 мм и привычный уже всем студийный 6,35 мм. Из минусов тут только отсутствие щелчка при подключении наушников в пентакон и, как можно увидеть, хорошо царапающаяся поверхность вокруг. Сейчас много кабеля идет с металлическим штекером, а значит подобного исхода нам никак не избежать. Ну и отсутствие механической фиксации в разъеме тоже далеко не лучшая идея. Спереди идет дисплей, те самые выходы под наушники, многофункциональный регулятор с приятными механическими щелчками и три кнопки переключающие вход, уровень усиления и текущий выход. Причем даже для наушников сделали два независимых режима. При этом уровень громкости почему-то оставили общим. То есть при переключении с линейного выхода на наушники есть шанс испортить последний или повредить свою барабанную перепонку. Все-таки 1700 мВт. это далеко не игрушки. Со студийного выхода, правда всего 425 мВт на 32 Ома нагрузки, но и это, поверьте, немало. Зажав на какое-то время регулятор как кнопку, мы получаем тот самый полный мьют сигнала. Другого функционала здесь нет, хотя я и не исключаю какие-то системные меню. Из начинки мы знаем чип-конвертера, в роли которого выступает сдвоенный Asahi Kasei AK4493 Sec, Bluetooth-модуль версии 5.2 от Aerohas OASI и LDAC кодеками и три сменных операционных усилителя, два LME49720 и NE5532. То есть вместо них можно установить что-то свое, к примеру те же Burson V5ID или вариации от Muses. Особого нагрева, кстати, тут нет, хотя и заявлен класс А. Под Windows 10 и выше ЦАП определяется автоматически и готов к работе через небезызвестный драйвер в SEPI. Чего-то прямо заточенного под Mark V я, к сожалению, не нашел. Однако софт от версии 3 идеально работает, дав нам как ASIO интерфейс, так и весьма неплохой набор всяких тонких настроек. Со смартфонами, планшетами и разнообразными приставками аппарат тоже работает, в том числе и в BitPerfect режиме. Ну и если у вас версия с Bluetooth, а они бывают разные, вы можете порадовать гостей, транслируя музыку непосредственно по воздуху. Причем с использованием довольно передового кодека. Замеры я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП и Ванда Космос. В результате RCA показал себя примерно на уровне XLR с отличной АЧХ шумами на минус 154 дБ, высоким динамическим диапазоном и искажениями в случае гармонических на минус 111 дБ, а для интермодуляционных на минус 115 дБ. В процентах это 38 и 48 сто тысячных соответственно. На Пентаконе все ровно также, ближе наверное к значениям на XLR. А вот обычный небаланс на выход начал ловить наводки, отчего искажения упали до 61 сто тысячной процента. По искажениям же это около минус 108 дБ как для гармонических, так и для интермодуляционных. Оценка при этом все равно отлично, что заслуживает особого уважения. На слух Mark V естественно уступает моему любимчику SMSL Deo 300, но там и разница в цене космическая. Сравнивая же его с одноклассниками, на ум приходит лишь печка XDOO XA02. Который был не менее хорош и тоже с усилителем для наушников в классе А. Новинки же от Fossie Dog Audio намного проще по текстурам, динамике, выразительности и возможностям в плане построения образов. Куда интереснее здесь вопрос сменных операционных усилителей. Открутив все маленькие винты на задней части, мы получаем доступ к печатной плате, на которой можно найти аж три кроватки по двухканальные чипы стандарта DIP-8. Замена LME49720 конечно способна полностью изменить характер звучания аппарата, однако они тут как говорится на своем месте. Вместо них я попробовал установить Burson V5ID. Стало гораздо четче, детальнее, прозрачнее, с почти идеально чистыми, высокими частотами. Признаться, я даже завис, наслаждаясь всякими колокольчиками, тарелочками и щеточками. Но когда вернул назад исходное LME, то получил больше мелодики, приятную аналоговую мягкость при остальных примерно равных параметрах. Да, техничности в звуке поубавилось, зато возросла масса, объем и музыкальность. Однако мне все равно не давало покою некоторая плоскость в характере подачи. Методом исключения из того, на что мы реально можем повлиять, захотелось избавиться от копеечного NE5532, который, прямо скажем, редко где красил звучание. Сначала вместо него я установил еще один LME49720 из собственной коллекции. Но избавившись от так называемой плоскости, я получил слишком уж много жарка. Здесь нужно что-то быстрее и резче. Естественно, V5iD встал туда как родной, но можно придумать и что-то подешевле из серии AD или LM. Говоря на чистоту, Mark V в своем изначальном проявлении не менее крут, чем уже упомянутый XDOOM XA02, но гораздо меньше греется, имеет пульт, баланс и XLR выходы. Переход со встроенного на внешний усилитель SMSL HO200, подключенный через XLR, гораздо лучше подчеркнул масштаб, чуть-чуть улучшил динамику и выразительность, однако не в той степени, чтобы сразу захотелось купить такой усилитель. Мой совет – лучше поиграть чипами, настроить звук под собственные вкусы и предпочтения. Да, уровня DO300 в связке с HO200 из него очевидно, ну никак не получить, но как за свои деньги будет прямо очень солидно. Разрешение здесь ну просто выше всяких похвал, нет плоскости или сколь-либо заметных аудиальных упрощений. Прекрасная выразительность, мелодика, драйв, разделение и хорошо читающаяся эмоциональная часть. К тому же здесь есть та самая аудиофилская утонченность, насыщенность, объем и ценимая всеми точность повествования. Звучание тут буквально осязаемое, с неплохо переданным пространством и позиционированием в нем. Для джаза, рока, чего-то откровенно тяжелого, электронного, изначально живого, акустического и мультиинструментального – это моя откровенная рекомендация. Да, бывает еще круче, но, так сказать, за совсем другие деньги. А так он может и в прямо подчеркнутую теплоту с певучестью, и в контрастность, экспрессию и задор. В плане наушников лучше не экономить. Он мощности, как вы уже знаете, ему тоже хватит. Баз здесь быстрый, упругий, с отличным погружением в глубину и текстурами. Серединка четкая, певучая, с чуть ли не изящной прорисовкой текстур, магнетичностью и той самой эмоциональной выразительностью. Высокие в базовом варианте не особо подсвечиваются и оттягивают на себя наше внимание, но весьма натуральные и грамотно дополняют собой весь остальной частотный диапазон. Но это, опять же, по желанию. P5ID вывели верха на чуть ли не уровень искусства. Плюс тут приятная аналоговая атмосфера, слышны все даже тончайшие особенности звучания, есть голографичность, аккуратность и, что важнее всего, притягательность. Это действительно хочется слушать, даже имея на руках куда более дорогие устройства. Идея со сменными операционными усилителями, я считаю, буквально скосила всех существующих конкурентов. Подводя итоги, ZAP Tempotec Mark V неплохо выглядит. Имеет пульт дистанционного управления, современный Bluetooth модуль с LD-кодеком, два полноценных конвертера от Asahi Kasei, ту самую систему из сменных DIP-8 чипов, стройный усилительный блок и балансную XLR-пару на задней части. К тому же для наушников нам вывели не только студийный разъем на 6-35 мм, но и уже набравший популярность Пентакон. Все круто по мощности, начинке, тактильным ощущениям и удобству управления. Свои замечания я уже описал. В целом мне, друзья, очень понравилось. По звуку все очень взросло и гибко. Если, конечно, вы готовы разобрать свой девайс и аккуратненько пинцетом заменить встроенные операционные усилители на что-то приобретенное отдельно. По моему опыту стоит заменить только NE5532. LME49720 хорошо вписываются в контекст и дают нам чуть теплое бархатное звучание с прекрасным разрешением, динамикой, экспрессией и вовлечением в материал. Это просто шикарное решение, превосходящее, на мой взгляд, даже XDU XA02. Подобной гибкости напора и мелодики там никак не добиться, а тут можно все, что пожелаете. Причем с полноценной сценой, глубиной, объемом и натуральностью в передаче тембров. Очень его рекомендую в свою цену Mark V ну просто король. А на этом у меня все. Это была модель Tempotec Mark V. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok